Вопрос о застройке и ее нынешнем положении в городе подняли после презентации первого инвестпроекта «Умный город». Данная концепция предполагает множество нововведений, используемых при застройке жилого микрорайона. В Оренбурге уже определили участок для застройки. Находиться он будет за поселком Кроно. Общая площадь – более 200 тысяч квадратных метров жилья. Период окупаемости проекта равен 48 месяцев, означает, что средства, вложенные в него, окупятся через 4 года. То есть сумма чистых поступлений от проекта, определенных нарастающим итогом, будет превышать суммарные инвестиции. Члены совета поинтересовались о инфраструктуре, получили ответ – школы планируются, две, но на коммерческой основе, то есть платные. Губернатор вспомнил о прошлых неудачных примерах, когда застройщик также обещал объекты образования, но не исполнял. Благодаря всем застройщикам, в том числе и застройщику Кунеловскому, мы сегодня строим школы в ущерб всей Оренбургской области. Мы вынуждены это делать. Потому что, представьте себе, школу последнюю сдавали, в школу пошли первых классов. Первый У последний был. Первый У, это 21 классов. Не обижайся, Александр Анатольевич, но, к сожалению, это так. Это так. И каждая школа стоит сегодня миллиард. Вот 4 школы – это 4 миллиарда. Наказание всей Оренбургской области за выдающиеся успехи в этом деле. Также губернатор отметил, что на сегодня в Оренбурге нет примеров успешной застройки. Ситуацию нужно менять. Алексей Чернов, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ.